Мобилизованные и добровольцы. В учебной части отправились мужчины из Нижневартовска, Нягани, Радужного, Урая, Хантамансийска. В Сургуте вместе с родными югорчан провожала и съемочная группа нашей телекомпании. Сюжет Светланы Круковской. И капли напряжения и волнения. Настроение у мобилизованных и добровольцев боевое. У этих мужчин есть боевой опыт. Виктор прошел Чеченскую войну. Награжден за службу нагрудным знаком «Гвардия». Спокойно, как все, боевое настроение. Провожают мужчины с Сургута и Сургутского района в гарнизоны. Перед отправкой в места несения службы они пройдут слаживание. Владимиру Ивановичу 63 года. Он получил повестку в рамках частичной мобилизации. И нисколько этому не удивлен. У меня большой опыт, специальность подходит для войны. Я старший офицер. Мне до 65 лет можно воевать. Я изучу и семью, и страну. Россия одна у нас. Провожают мобилизованных из Сургутского района не с пустыми руками. Мы собрали ребятам небольшие боксы с собой в путь, для того, чтобы им было комфортно. Волонтеры из солнечной школы проделали огромный труд, взяли на себя. И сегодня 100 балаклав были сформированы также ребятам с собой из флиса, чтобы им было тепло. И, конечно же, носки там есть, для того, чтобы согревали. А еще в них запасы еды и медикаменты. Кроме этого, все югорчане получают рюкзаки, мобилизованных от правительства региона. В них десятки предметов. Все самое необходимое для несения службы в зонах проведения специальной военной операции. Югорчане ждут скорейшего возвращения своих близких. Светлана Круковская, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.